Хочу сказать, какие видоизменения есть в ЕГЭ. Вот корень бобового растения. Вот у него придат боковые корни на главном, например, какая-нибудь там люцерна или горох. И такие клубеньки небольшие. Это первое видоизменение корня, которое называется бактериальные клубеньки. Здесь живут бактерии, которые обеспечат разрастание тканей корня. Зачем они нужны? Они азот фиксируют из воздуха и передают растению. А растения им что взамен? Ничего, тогда они не будут. Да, растения действительно дают им органические вещества. Как вы считаете, у этих бактерий какое тип питания? Я об этом всегда спрашиваю, потому что... Хематрофы. Хематрофы, да, вы считаете? Ну, бактерии... А у бактерий вообще какие бывают типы питания? А авто бывает? Да. Да, хема бывает? Ну, кстати говоря, хема – это тоже авто. Автотрофная, да? То есть давайте так, фототрофная свет, хематрофная бывает и... Гетеротрофная. Гетеротрофная. То есть у этих какое? Гетеротрофная. О, этих гетеротрофная, на самом деле. А я до сих пор... Они же готовы органику получают от корней. Это чистые гетеротрофы. Так, а то у нас что было? Это клубинки бактериальные. Первый вид видоизменения корней. Конечно, второй – это морковь, у которой имеются корнеплоды. Да, вот это все, главный корень развивается, такой мощный, накапливает вещества. Кстати, там не только... Ну, корнеплод – это, конечно, главный корень, видоизменение главного корня. Но вот если... Это морковь классический пример, да? Но если вы берете свеклу или редис, у них там вот это вот широкое все – это уже не главный корень. Это разрастается основание стебля. Хотя мы считаем, все равно это упоминаем в этой теме, везде их рисуют, но говорят, что основание стебля может разрастаться. И тоже это называется корнеплодом. А вот этот хвостик внизу, у свеклы, он остается. Вот это и есть главный корень. Получается, широкая часть корнеплода из основания стебля сформирована. Так, ну, у нас тут еще остается... И третий – это вот у георгина и у ботата, там начинают разрастаться уже боковые и придаточные корни. Ну, вот так можно их нарисовать. Это корневые клубни. Помните, кстати, был вопрос, когда я вам в аналогичных органах говорил. Есть клубень и корневой клубень. Вот он вам, корневой клубень или корневая шишка. Корневой клубень – это что? Вот это. Это корень по происхождению. Причем это либо боковые, вот это придаточные я нарисовал. Ну, а если бы был главный корень какой-нибудь там, да, вот он, если главный корень – это вот земля, то они уже будут боковыми, да, в этом случае. Когда главный имеется, это будет боковыми. Но они могут быть и корневой клубней, это и придаточные, либо боковые. То есть вот это вот именно корни, а если вы берете клубень картофеля, это что? Это побег. Поэтому большая разница, это мы называем уже органами аналогичными.